так огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим наконец-то я собралась с мыслями чтобы рассказать вам где я пропадала в общем чем бы не были заняты мои мысли и так далее на самом деле все банально меня затянуло опять какую-то депрессию было легкая ну как легкое такое достаточно значительно не недомогание найти просто какой-то недостаток сил недостаток сил и это еще сопровождалось достаточно таким тяжелым эмоциональным состоянием сейчас все события как будто бы ускоряются и жизнь требует от меня каких-то решений которым я по всей видимости пока еще не готова или может быть дело не в моей готовности а дело в каких-то обстоятельствах которые меня смущают сейчас подошел срок уже подавать документы на визу как подавать сначала же надо еще их еще их подготовить муж выслал мне все документы там недостающие которые от него требуются и я сейчас должна подготовить ту часть документов которая нужна для меня от меня чтобы подать на визу звучит легко да все кому я сообщила эту новость очень меня радовались типа ура ты скоро будешь с мужем такое счастье мы так рады за вас самом деле все не так просто и наверное что это не просто способны понять только те люди которые проходили через эту ситуацию либо находятся сейчас подобной ситуации к счастью меня есть такие люди но они все не очень тоже удачно складывается поэтому мы не можем как-то друг друга поддержать мы наверное своим общением еще больше знаете запихиваем друг друга в какую-то депрессию заталкиваем потому что есть девочки которые находятся в похожей с моей ситуации либо в какой-то еще более сложной ситуации вообще интернациональная пара интернациональные отношения и брак это то чем наверное сейчас особо никого не удивишь буквально у каждой 2 есть какая-то подружка соседка или родственница которая там замужем за иностранцем либо в отношениях с иностранцем это не удивительный сейчас знакомства в основном перешли в виртуальное пространство ну кто живет в больших городах вы наверное знаете что на улице уже практически никто не подходит знакомиться все живут там в своем компьютере в своем телефоне и поэтому там могут происходить самые разные знакомства даже не обязательно на сайтах знакомства очень часто это бывает в соцсетях где-то как в моем случае как у других девочек с которыми я общаюсь просто в соцсетях потом да ты там симпатичная давай дружить давай общаться и иногда это переходит вот в такие вот отношения отношения с одной стороны чем-то привлекательные потому что иногда мы устаем от своего окружения от того места где мы живем менталитета тех людей с которыми рядом где-то мы живем да и пообщаться с человеком с представителем другой культуры это как глоток свежего воздуха это что-то другое это что-то новое ты думаешь что там наверное все не так там по-другому и в общем на какое-то время это тебя очень-очень извините задело ложку очень вдохновляет очень заводит это действительно очень интересно да вот такое вот общение в нем есть своя какая-то изюминка помимо своих плюсов есть еще огромные минусы которые главным образом заключаются в самом процессе развития этих отношений они нелегкие буквально с самого начала когда вы живете в разных странах вам даже для того чтобы просто встречаться хотя бы иногда уже нужно прилагать усилия которые в повседневной жизни далеко не все могут прилагать да кстати почему очень трудно вот таких отношений вернуться к отношениям с каким-нибудь соотечественникам потому что все что демонстрируют соотечественники в своем поведении кажется иногда потом полной лажей то есть когда ты понимаешь что у вас были отношения на две страны и вы как-то выкручивались как-то решали как-то летали как-то встречались потом ты начинаешь там с каким-нибудь местным парнем из своего города своей страны общаться который порой там тебя начинает заливать что он там не может приехать или еще что-то то есть реально думаешь это что серьезно то есть тот чувак мог там ко мне из другой страны прилететь а ты тут не можешь другого конца города приехать ты не хочешь пробках стоять да то есть и многие многие аспекты ну как сказать то есть отношения такого плана они очень наверное повышают в будущем планку поэтому большая часть девочек с которыми я общаюсь которые были отношения с иностранцами они говорят что потом не могут вернуться к отношениям со своими парнями потому что там другая планка да то есть то что вот вы в повседневной жизни вам кажется иногда таки непреодолимым невыполнимым потом это кажется ерундой так после у этих отношений потому что там ну решались более глобальные вопросы а они решались а тут ты теперь там заливаешь про то что это там сегодня не приеду там знаешь пробка такая не хочу вот и в разных аспектах конечно же повышается повышается эмоциональный запрос потому что отношения с представителем другой культуры это тоже вот это необычно это ярко и потом соотечественникам это очень трудно повторить да это как-то уже более обыденно более привычно более предсказуемо и то от чего ты как бы устал и хотел уйти когда-то вот поэтому ты ушел в отношении с другими людьми а вот минусы в том что это очень сложный путь это очень сложная история как я уже сказала начиная просто с самих встреч когда нужно изыскивать и время и деньги на эти встречи просто для того чтобы элементарно как-то знакомиться уже в живую до выходить из интернет пространство реальную жизнь знакомиться в живую и всегда когда это в начале этого пути идет есть девочки с которыми общаясь они в начале этого пути и кажется что вот мы встретимся мы все проясним и нам станет легче у меня тоже была когда-то такая идея нет встречаетесь вы все проясняйтесь становится только еще тяжелее потому что у вас появляются новые цели например в отношениях то вам достаточно было там просто отпуск вместе провести а вдруг вы поняли что вы хотите там вместе жить или не можете вот так вот на две страны жить вы скучаете вы подолгу не видитесь и дорого и долго и все такое то есть получается вот такая вот дилемма да что хотелось бы жить вместе хотелось бы жить вместе это уже следующий этап отношений который порождает еще большие проблемы когда нужно решать там проблем с документами язык адаптация в чужой стране вы должны решать кто кто жертвует по сути дела своей жизнью кто бросает все там не знаю свой родной город свою родную страну родных друзей работу привычную среду и уезжает к своему партнеру да если мы говорим о русско-корейских отношениях то тут чаще всего с девушек все это девушка это приходится да корейцы очень как-то не любят куда-то уезжать и особенно в страны с более низким уровнем жизни если бы вы были невестой из штатов может быть он конечно к вам переехал если бы имел определенную уверенность в том что он сможет там адаптироваться ну они не любят на самом деле больших сложностей поэтому значительная их часть предпочитает все-таки невесту приглашать к себе на плечи невесты конечно же ложится ложится большая нагрузка все вот эти сладкие сказки я там училась я женилась а бла 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 и все так у нее весело и задорно и совершенно нет вот этой вот истории про то как это все да что например только единицы и то их нет в интернете в основу кто учился там там бесплатно по обмену в основном это девочки которые приезжали туда на курсы курсы стоят больших денег где они эти парали денег да звучит так легко я училась я женился вот вышла замуж точнее ну понятно я прикалываюсь и то же самое да как ты вышла что какие-то документы все с самого начала это какие-то сложности сложности и ты есть немногие немногие это преодолевает немногие это преодолевают и вот сейчас еще пандемия все это усложнило и прям реально очень много негатива отношения разрушаются потому что очень трудно когда у тебя нет поддержки когда у тебя нет содействия все-таки наверное чтобы не растерять чувства нужно действовать вместе действовать сообща любой ценой вместе проходить вот эти все испытания иначе у тебя возникает чувство что партнер тебе уже как бы должен уже задолжал до нормальные чувства это когда тебе кажется что ты любишь просто так вот это вот самое такое правильное чувство когда тебе кажется думать почему не знаю Не знаю, почему не люблю, просто так. И это нормальное чувство, когда ты начинаешь проходить какие-то испытания, какой-то твой внутренний лимит исчерпывается, если твой партнёр тебе не помогает, тебе начинает казаться, что он как бы тебя уже задолжал. Ты ему пишешь долг где-то уже мысленно, но не пишешь, потому что вот это ощущение внутри, вот мы тоже с девочками общались, вот это ощущение внутри, что, блядь, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы у меня остались к тебе чувства, потому что я настолько измотана этой ситуацией, я настолько устала в этой одинокой борьбе, что уже такое впечатление, что уже не люблю тебя, то есть я не хочу тебя терять, я хотела бы, чтобы у нас всё было хорошо, и сделай что-нибудь, чтобы у меня были к тебе чувства, потому что я измотана. почему ты меня просил одну в такой ситуации, да, поэтому совет себе на будущее, если вы в такой ситуации, не хотите просрать отношения, любой ценой ищите способы, как действовать сообща, сообща, оформлять документы, вместе, совместно проходить какие-то испытания вот эти вот, и чем быстрее, тем лучше, да, но не у всех так получается, вот в моей ситуации совершенно не так, и хорошо, когда есть, например, поддержка семьи, некоторые дамочки достаточно обеспеченно проходят эту всю полосу препятствий, потому что, с одной стороны, там поддержка есть семьи, мама и папа на родине ждут, вы прикрывают, там мужчина есть, и она и там под присмотром, как говорится, и тут под опекой, и такая вот ситуация, ну да, это я из зависти, видимо, говорю, завидую, когда ты взрослая женщина, когда у тебя своя жизнь тут налажена, и ты не можешь просто так по первому бзику-пшику все бросать, тебе нужны гарантии, тебе нужна уверенность, тут, ну, очень сложно становится, как в моей ситуации, да, по сути дела, сейчас мне предстоит достаточно сложный путь оформления документов, это не все так просто, как кажется, это даже не здесь, да, не по месту моего проживания, мне нужно собирать манатки, ехать в другой город, записываться, предварительно записываться в клинику, которая, потому что обследование нужно проходить только там, и здесь у себя нельзя, это клиники не одобрены посольством, да, садиться на поезд, чухать куда-то, и там рулить, все разруливать, и не факт, что мне дадут, если отклонят, да, мне придется заново что-то там выяснять, почему не дали, почему не одобрили, каких документов не хватило, самому разобраться в этом тоже достаточно тяжело, потому что какого-то полноценного действительно гида по тому, как руководство, по тому, как сделать, потому что нет какого-то действительно полноценного руководства, как это все оформить, собрать, что действительно нужно, потому что что-то ты видишь на сайте, что-то, где ты находишь в интернете, что-то слышишь по телефону уже, То, чего ты нигде там не видел и не читал Например, для меня было абсолютно откровением Что по телефону сказали, что я должна написать историю знакомства Приложить фотографии, подтверждающие факт наших отношений Введение там какого-то, возможно, совместного быта и так далее Что не фейковый наш брак, что это настоящие отношения То есть дофига всякой информации, которую ты там нигде не нашел, нигде не прочитал Но она звучит там по телефону, когда ты звонишь и спрашиваешь А там что, а что, а что, а что нужно, да? То есть вот, если бы информация на сайте была полная То никто бы, девочки, не шастали бы по сети Не искали друг у друга помощи в поддержке объяснений А ты оформляла, а ты как оформляла, что ты собирала, а муж собирал и то, и сё То есть абсолютно такая вот, абсолютно неведение Ты должна приложить огромное количество усилий При этом не имея никакой гарантии, что ты действительно что-то получишь И что тебе не придётся снова ехать, и снова ехать, и снова ехать И когда тебе нужно предлагать такие усилия, ещё и деньги тратить Ты задаёшься вопросом, а насколько мне это надо? Насколько мне это надо? И чё я одна тут имусь с этими, со всеми проблемами, да? Почему я вообще всем жертвую? И партнёр ничем не жертвует ради меня, да? Такой жду-наждун, сижу на попе ровно, жду-наждун Когда мой рыцарь в юбке прискачет за мной и за принцессой в штанах, да? То есть достаточно такие, знаете, какие-то чувства Не знаю, как это объяснить С одной стороны, ты всегда найдёшь кучу отмазок Почему так, да? Почему так? Ну, там человек не может бросить работу Он бы, конечно, со мной поездил И везде меня поддержал Но он не может бросить работу С одной стороны, это вполне обоснованно звучит А с другой стороны, а я-то могу всё бросить Вообще всё, вообще всё бросить и уехать Причём, кстати, у меня это будет тогда уже история на год-два Потому что первый раз уже было Я уволилась с работы, я съехала с квартиры Я оставила всю мебель, которая у меня была Все мои пожитки, и я уехала в другую страну Я прочувствовала на себе, что это такое В течение семи месяцев Да, сейчас вернулась, сейчас повторная история И то есть, типа, мне снова нетрудно бросить мою квартиру съёмную Всё, что я купила для своего быта То есть, меня, типа, не должна волновать тема работы и всего остального Я просто должна, я должна, я всё должна Должна сделать документы, должна всё бросить А опять-таки, если я еду в другую страну Я учу язык, да, это я учу язык Мой муж не учит никакого языка Даже для... Ну, это, кстати, поражается Это, кстати, интересная черта корейцев Многие корейцы не учат Которые замужем за русскоговорящими Русские не учат Даже живя 10, там, 12, 20 лет в браке Вообще, чуть ли ни одного там слова не знают Даже хотя бы из-за уважения к жене В начале отношений Хотя бы для облегчения совместной коммуникации Вообще не учат То есть вы такие, знаете, как будто бы Ничего не хотят делать для отношений Удивительно В общем, много всяких сложных эмоций Не знаю, поймёте вы меня или нет Я не знаю вообще, зачем я это говорю Наверное, потому что мне как-то тяжело На душу какая-то смута Смута на душу Я не знаю, что сейчас Что сейчас делать Если оформлять, надо прям сейчас Уже быстрее-быстрее Надо ехать, собираться, в Москву ехать И завтра, кстати, мне надо ещё к стоматологу идти И так далее Ну, я не знаю, короче Короче, у меня очень на душе всё тяжко Итак, спасибо, что послушали мою эмоциональную дресню Всем огромное спасибо за внимание Не забывайте ставить лайки И подписываться на мой канал Пока-пока